друзья всем привет с вами виктория сегодня предлагаю приготовить овсяное печенье без яиц и молочных продуктов отличный рецепт выпечки в пост или просто к чаю 200 грамм овсяных хлопьев измельчаем миксере измельчать можно до состояния крошки либо чтобы присутствовали небольшие кусочки можно оставить хлопья так и не измельчать их далее 2 банана желательно брать спелые бананы можно использовать даже почерневшие нарезаем на небольшие кружочки перекладываем в миску в которой будем замешивать тесто и измельчаем вилкой измельчаем до состояния пюре добавляем 80 грамм сахара и 3 столовые ложки меда мед я немножко растопила в микроволновой печи добавляем 70 миллилитров растительного масла без запаха щепотку соли и одну чайную ложку разрыхлителя и все тщательно перемешиваем вилкой либо венчиком и добавляем измельченные овсяные хлопья я добавляю сначала одну часть перемешиваю ложкой затем добавляю оставшуюся часть овсяных хлопьев и перемешиваю еще раз перемешиваем тесто до однородного состояния вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться масса пока ее отставляем на 10-15 минут и подготовим добавки я буду использовать в качестве добавок одно спелое яблоко я его нарезаю на небольшие кусочки хлопья настоялись консистенция теста немного изменилась добавляем яблоки также я добавлю лепестки миндаля в качестве добавок можно добавлять любые орешки сухофрукты изюм разные семена например семена чия кунжута шоколад также это могут быть другие фрукты или ягоды еще раз все хорошо перемешиваем подготавливаем противень застилаем его пергаментной бумагой и начинаем формировать печенье для удобства руки я смазал растительным маслом берем одну столовую ложку теста формируем колобок и слегка приплющивая выкладываем на противень таким же образом формируем оставшееся тесто друзья как всегда не забывайте ставить лайк если видео вам понравилось и пишите мне ваши комментарии с помощью ложки придаем печенью более красивую форму немного его подравниваем у меня получилось на 16 штук и отправляем его запекаться в ранее разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут ориентируйтесь на особенности вашей духовки в моей духовке печенье запекалось 20 минут когда печенье легко отстает от пергамента значит оно готово смотрите не пересушите посмотрите какое красивое румяное и очень ароматное получилось у нас печенье получается очень очень вкусно это отличный рецепт печенье к чаю как я уже сказала также его можно есть в пост всем желаю приятного аппетита готовьте с удовольствием всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория субтитры сделал DimaTorzok